Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили главе муниципалитета об итогах проделанной работы. Подробности далее. 1850 обращений от граждан, 39 возбужденных уголовных дел, 34 раскрытых преступлений. Такой выдалась неделя сотрудников межмуниципального управления ВД России Люберецкая. Также было 182 ДТП с двумя пострадавшими. Резонанса к преступлению не произошла. Личный состав работает по распорядку. За неделю люберецкие огнеборцы выезжали по сигналу тревоги 41 раз. Участвовали в ликвидации шести пожаров. Два происшествия зафиксированы на территории Люберец. Один пожар произошел в жилой квартире в результате пожара пострадавших. Один пожар, второй пожар произошел на автомобильном транспорте, в легковом автомобиле, также в результате пожара пострадавших. А в управление ЖКХ сигналы тревоги не поступали. Система жилищно-коммунального комплекса работала бесперебойно. Согласно графику, в округе продолжается ремонт подъезда в МКД. На 119 объектах работа уже завершена. Всего в этом году в губернаторскую программу вошел 141 подъезд. В городском округе Люберце реализован план по адаптации подъездов на квартирных домов для инвалидов и маломобильных групп граждан. Всего запланировано проведение работ в 46 подъездах, в которых проживают 54 инвалида. На данный момент работы выполнены в 38 подъездах. 17 сентября на Люберце обрушился ливень с порывистым ветром. Разгул стихии прибавил работы сотрудникам управления благоустройства. На территории городского округа было повалено около 100 деревьев. Сегодня все последствия урагана ликвидированы. Несмотря на внештатную ситуацию, остальные плановые работы проходили по графику. На постоянной основе ведутся работы по окрашиванию и ремонту малых архитектурных форм. В ежедневном режиме проводится работа по дезинфекционной обработке детских игровых и спортивных площадок в стопроцентном объеме. Продолжается работа по комплексному благоустройству дворовых территорий. Срок завершения всех работ 30 сентября текущего года. На оперативном совещании обсудили также работу дорожных служб системы ЕДД-112, Люберецких парков и Мособл-ЕРЦ. Кроме того, участники встречи узнали о спортивных достижениях округа.